Города Латвии уже не в первый раз участвуют в различных конкурсах, в которых проверяется наше соответствие европейским стандартам. Вопреки расхожему мнению, в эти стандарты входит не только качество дорог и набор товаров в супермаркетах. Гораздо важнее активность самих людей. На сей раз Далгопилс участвует в номинации «Самоуправление для образованных, творческих и активных людей». Прибывшая в город комиссия оценивала, насколько доступны для горожан культурные и спортивные центры. Началось знакомство с городом в центре Ротка. На сей раз гости интересовали не выставки, а то, что в центре постоянно проходят творческие мастерские, уроки рисования и керамики, дискуссии и лекции. В 2012 году «Самоуправление» получило первое место в этом конкурсе. Конкурс называется «Европейское самоправление года». И номинации определяются каждый год разные, потому что эти номинации определяются в зависимости от того, каким годом объявлен этот год в Европейском Союзе. Комиссия посетила и спортивные центры, и библиотеки, и медицинские учреждения. Например, в библиотеке уже сотни горожан совершенно бесплатно получили навыки пользования компьютером. Особое внимание проверяющие уделяли доступности услуг для людей с особыми потребностями. К примеру, в Олимпийском центре, помимо всем известных спортивных залов и бассейна, есть все необходимое для реабилитации инвалидов. В состав комиссии входят представители различных министерств и союза самоуправления Латвии. «С моей точки зрения, очень удачное было решение по центру Ротко. Я знаю, как трудно это шло, потому что, к сожалению, в Риге не все понимают, что надо такие вещи делать. Но я думаю, что, например, центр Ротко, он уже привел к очень много других вопросов одновременно. Это не только уникальный центр сам по себе, но он привыкает к другим. И, конечно, сразу видно и восстановление инфраструктуры улиц, дорог, переходов и все. Потому что, я думаю, что такой плыв туристов, если не было бы центра Ротко, для туристов не было». Знаете ли вы, что ни в одном городе Латвии нет такого количества национальных культурных центров? Никто, кроме нашего самоуправления, не имеет муниципальных учреждений здравоохранения, таких, как зубоврачебная и детская поликлиники. Только в Даугавпилсе нет очереди в детские сады. И еще очень многими достижениями Даугавпилс может по праву гордиться. «Наш город Даугавпилс – особый город, да, и у нас есть много таких интересных, ну, наверное, вещей, которых не имеют другие города Латвии, даже большие, да. Но это и наши люди, многонациональный город, да, это поддержка, социальные программы различные, да, которые очень обширны. Это, ну, поддержка различных негосударственных организаций, которые тоже очень на большом уровне, это молодежная работа, поддержка лагеря, трудоустройства. То есть есть очень такие моменты, которые мы выделяемся со стороны других самоправлений, а не только в Лангале». Какими бы ни были результаты конкурса, направление работы останется прежним. Жители города должны все больше участвовать и в политической жизни, и в культурных, спортивных, просто интересных мероприятиях.